Коронавирус кардинально повлиял на экономику всего мира и бизнес-процессы. Классические привычные модели трещат по швам, а новаторство и креативность выводят на рынок новых игроков. В рамках Дня предпринимательства сегодня состоялся семинар «Менять или меняться». Отечественные предприниматели поведали о том, как они выжили в трудное время, какие решения и изменения позволили им остаться на плаву и не уйти в минус. И что они в итоге выбрали – адаптироваться под изменчивый мир или же переломить ситуацию и задать свои правила игры. Наиболее пострадавшие сферы – ресторан и гостиничный бизнес. Одному из спикеров сегодняшней конференции Владиславу Дьючуку удалось не только сохранить ресторан «Мон Репо», который во время закрытия обошелся минимальными потерями, а после открытия не утратил популярности, но и запустить новый концептуальный бренд «Перис». Мы стали еще крепче и открыли еще один ресторан. Я думаю, что это самое главное, что из моего опыта мы нашли эти пути, которые помогли нам выжить в этом непростого времени. И, как правило, это бывает так, что когда очень сложно, тогда становишься еще более крепким и начинаешь искать какие-то новые возможности поиски в бизнесе. Еще один пример – гостиница «Нордик» отель «Форум». Этот отель открыл свои двери в обновленном виде. Предложено новое меню, а клиентов обслуживают в необычном формате – в стеклянных кубах, где соблюдается все правила изоляции и безопасности. Отдельный разговор был и о сфере моды – как выжить художникам и дизайнерам, которые, в принципе, находятся в довольно уязвимом положении на бизнес-территории. Бренду «Диана Арно», как и многим другим, пришлось умерить свои планы выхода на международный рынок, урезать себя и предоставить больше услуг клиентам. При этом ковид наметил очень интересные тренды, которые были вовремя схвачены. Об этом и был представлен этот бесценный опыт для тех, кто хочет продавать свое творчество. Мы поменяли свою стратегию, мы научились жить с кризисом и приспосабливаться к нему. Я искренне верю, что, когда это все закончится, мы все станем намного более профессиональными, намного более креативными и начнем подходить вообще к термину «кризис» по-другому, потому что кризис – отличный триггер для развития. Мэр Таллина Михаил Кылвард признал, что частный бизнес всегда реагирует на меняющиеся условия быстрее всех, а Таллинн, в свою очередь, старался и старается этому помочь. Сохраняя на плаву уровень развития предпринимательства, это, безусловно, влияет и на стабильность общества, потому что это рабочие места, потому что это оборот, потому что это новые идеи, новые проекты. Сегодня, мне кажется, очень важно дать посыл молодым предпринимателям, чтобы они не боялись изменений, чтобы они сами ввели эти изменения, чтобы они сотрудничали бы с общественным сектором и не теряли бы социальный нерв. В последний день сентября по традиции будут отмечены лучшие компании и развивающие предпринимательства деятели в Таллине, а также состоится вручение предпринимательских наград Таллина этого года. Ленитуровская, Роман Васильев, Новости Таллина.